Максим задает вопрос. Можете мне, пожалуйста, объяснить, когда я художнику показывал свои рисунки и живопись, он сказал, очень увлекаешься натурой. Когда художник более или менее научился рисовать с натуры, надо постепенно от нее отходить, и больше творчества должно быть. В портрете нужно, прежде всего, поймать образ и передать его. В живописи тоже больше как бы от себя писать. Вопрос, как же научиться изображать суть и образ человека, чтобы перейти ступень от копирования с натуры в стихию творчества. Ну, потрясающий вопрос. Спасибо, Максим. Очень глубокий. Ну, на мой взгляд, самое главное в этом – это вы. Кто пишет? Потому что, если этот инструмент еще в каких-то находятся в вопросах, то, значит, нужно этот инструмент настроить. Ну, в моем случае потребовалось много лет. Ну, где-то я писал, что лет 15 примерно ушло на то, чтобы... на то, чтобы вообще почувствовать жизнь. Почувствовать, что я такое в этой жизни. Ну, вижу, что у многих уходит и больше 15 лет. Да и жизни часто не хватает. Да что говорить. Художники, в общем, бывает, что и хорошо закладывают за воротник. Наверное, причина в этом есть. Как же научиться изображать в сути образ человека? Ну, сначала, безусловно, нужно овладеть рисунком, чтобы от него отказаться. Вот часто бывает так, что... Ах, я так вижу! А человек не умеет просто, вот, я не знаю, стакан воды нарисовать в пространстве. С низким горизонтом, с высоким. Просто не умеет. И чего там говорить, так я вижу. Сначала нужно овладеть рисунком. Это, на мой взгляд, главное. Потом... Потом отходить в сторону того, что... Чтобы найти, в любом случае, баланс между рисунком, который железный, где рука не может быть короткой или длинной, нос и так далее. Все на своих местах. Но... Но стиль твой подразумевает некие вариации, некие искажения в сторону получения максимального своего такого стильного эффекта. Сохраняя свой стиль, выходя за рамки привычного. Вообще, смотрите, ведь гениальная вещь жемчужина. Жемчужина рождается, когда в раковину попадает какая-то песчинка. И жемчужинка вокруг нее начинает эту красоту строить. То есть, вот эта песчинка, этот ужас, который попал в это чужеродное тело, в жемчужину, в ракушку, ракушка всеми силами старается сделать так, чтобы это не повредило ее телу. И облепляет ее вот этой красотой. Мы воспринимаем эту жемчужинку как красоту. Но ведь это было не так. Это было вмешательство в ее естественную жизнь. ракушке. Я к чему кланю? Что вот это чуть-чуть не так сформировало жемчужину, красоту. Да и не чуть-чуть, а в случае с ракушкой очень не так. Так что в живописи не так я приветствую всеми своими силами. Но за этим мне, мое, мое восприятие хочет видеть рисунок без искажений. Мы ведь передаем пространство трехмерное и пусть это будет пространство решено. Да, может быть и плоско где-то, как у Климта, но у него решено, у него есть объем. Объем сочетаемый с двухмерностью там бэкграунда. Но это я в сторону. Все-таки вопрос о том, как научиться изображать суть и образ человека. Да, быть. Сначала быть и перейти от слепого копирования с натуры в стихию творчества. Мне кажется, творчество родится само тогда, когда ты неравнодушен к модели. Это же речь об об изображении человека. Когда ты любишь человека, который напротив, когда ты видишь в нем красоту и сонастроен с этой красотой так, чтобы перехватывать дыхание, невозможно успокоиться. Это не успокоенность, это волнение. Оно его трудно сдержать, когда я пишу модели. Невозможно просто, потому что перекрывает все. Но это волнение жизни. Оно абсолютно наполняющая сила. Она тебя выносит. Вот она и выносит в горизонты творчества. По сути дела ты живешь наиболее полно когда пишешь человека. Ну человек в особенности для меня. Ничего нет кроме вот этого пространства между тобой и моделью. Пространство невероятное вот название нет. Ну чистоты, силы, красоты, не знаю, любви. Но в ней не примешано ничего кроме просто опять нет названия. Тут нет сексуальности, нет это где-то выше, чем ниже. Это выше. Выше в смысле сердца, головы, там, дальше. И все это сливается. И еще кисточки тут, еще краски. И все это вычерпывается, выхлестывается. И образ сам рождается. Наверное, все-таки главное быть. Главное быть, быть настоящим. Образ получится. Быть настоящим, быть абсолютно безбашенным, влюбленным, влюбленным в жизнь. Наверное, вот там ключ. Я еще подумаю, если что-то придет. Мне кажется, выше это уже ничего тут не может быть. Но если придет, я еще вернусь к этому вопросу. Спасибо, Максим.